С каждым годом фестиваль «Победа жизни» собирает в Одинцово все больше и больше гостей. Если сначала праздник посещала только местная молодежь, то теперь он стал центром притяжения людей со всего Подмосковья. Мы приглашали почти всю Московскую область. Приехали из Волоколамска, из Луховиц, из Нарафаминска. Также приехали ребята из Москвы. Праздник начался в 12 часов дня на центральном стадионе с забега на дистанцию 2 километра. Я сразу увидел на сайте, что будет забег. Для меня это вполне нормально. Я очень много участвовал в забегах разных. 3 километра больше. Решил еще раз себя показать. А на центральной площади города гостей ожидали разнообразные развлечения. Там развернулось более 30 интерактивных площадок, на которых проходили различные мастер-классы, выступления воркаутеров, скейтеров, джамперов, спортивные и танцевальные соревнования. Свои тематические площадки представили организации «Хрюши против», «Супер мамочки», «Трезвое Одинцово» и «Море добра». Фестиваль «Победа жизни» – это настоящий праздник, где жизнь пьет ключом. Здесь можно поиграть в лазер-так, сдать нормы ГТО, поиграть в баскетбол, своими руками сделать оловянного солдатика, покорить новые вершины, покататься на бамперболе. Но обо всем по порядку. Для того, чтобы получить право покататься внутри большого шара или, например, поиграть в лазер-так, нужно было заработать наклейки. А чтобы заработать наклейки, участники проходили целый ряд испытаний. Мы с вами находимся в данной точке. Здесь можно собрать наклеечки. Вот данная карточка. На синих мы собираем наклеечки, а на желтых мы их тратим. Чтобы собрать и поучаствовать, где-то нужно собрать три наклеечки. Где-то нужно было проявить умственные способности, где-то физические. Одно из испытаний – сдача норм ГТО. С ним участники фестиваля справлялись на отлично. Я сдавала наклоны, приседания, прыжки, плену и отжимания. Вот 30 секунд, отжимания 15, и подтягивания 10 раз. Очень хороший наплыв людей. Люди идут, людям нравится. Праздник всем тоже нравится. И с утра был хороший наплыв, и сейчас люди идут. Как сдают, хорошо и плохо? Да, очень хорошо сдают. Фестиваль «Победа жизни» – это праздник, на котором все становятся чуточку моложе. А в 6 часов вечера действие перенеслось в волейбольный центр. Туда приехал почетный гость, глава района, чтобы поблагодарить организаторов и участников фестиваля. Я еще раз всех вас поздравляю с праздником. И пока шел от администрации сюда к вам, для того, чтобы поприветствовать и выступить на этой сцене, думал, что же подарить «Победа жизни» в этот уже большой юбилей, пятилетие. И в глаза мне бросилась наша старая, уже скрипучая, ржавая скейт-площадка. Я хочу вам подарить новый скейт-парк. Потом на сцене состоялся концерт с участием Слафана, чемпиона России по битбоксу 2015 года. Ну а завершился фестиваль выступлением группы «Грот». Участники знаменитой хип-хоп-группы рассказали, что они сами ведут здоровый образ жизни. Музыканты не ищут вдохновения в алкоголе и наркотиках и посоветовали молодежи следовать их примеру. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.